Только-только мы успели переварить новость про законопросветительской деятельности, как гром среди ясного неба появилась новость о создании комиссии по историческому просвещению. Комиссию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ее деятельность будут обеспечивать управление делами президента и администрация президента. В ее состав в частности войдут представители МВД, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, Следственного комитета России, Генпрокуратуры и аппарата Совета безопасности. Комиссия призвана обеспечить взаимодействие органов и сообществ «части, касающиеся отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с защитой исторической правды и сохранением исторической памяти, а также для развития просвещения в области истории», отмеченного в указе о формировании комиссии. На нее также будут возложены задачи по анализу «деятельности иностранных структур и лиц, наносящих ущерб национальным интересам» и подготовки «контрпропагандистских мероприятий». Помимо представителей силовых структур в комиссию войдут представители Минпросвещения, Минобнауки, Минцифры, Минюста и МВД, а также Росархива, Российская академия наук, Общество знания, председатель НАПСовета, заместитель главы аппарата президента Сергея Кириенко, Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. СМИ эту комиссию уже окрестили «исторической ВЧК», имея в виду Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, специальный орган безопасности советского государства, которая была создана 7 декабря 1917 года. Также эту комиссию прозвали «повелителями истории». Это уже вторая попытка создать подобную комиссию. Первая была предпринята в 2009 году, комиссия просуществовала три года и почила в БОЗе. Что это за комиссия и чем она будет заниматься, и отразится ли это на деятельности альтернативных исследователей в России, подробно об этом в моем видео. Для чего эта комиссия была создана, можно узнать из указа президента 30 июля номер 442 о Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Пункт 10. Основными задачами Межведомственной комиссии являются А. Координация деятельности государственных органов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования, а также к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов. Пункт Б. Анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящий ущерб национальным интересам Российской Федерации в исторической сфере. Принятие оперативных мер по противодействию указанной деятельности. Пункт В. Подготовка предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историческо-культурных просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами России и историческими событиями. Конец цитаты. К этим пунктам много вопросов. Что такое национальные интересы Российской Федерации в исторической сфере? Что это за иностранные структуры и диверсанты, которые меняют учебники истории прямо в школах и вузах? На мой скромный взгляд, задачи комиссии более чем мутные. Может быть дальше будет рассказано об этом подробнее. Цитирую. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и иных организаций. Приглашать на свои заседания должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также других лиц. Привлекать в установленном порядке к участию в работе межведомственной комиссии организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, направленных на отстаивание национальных интересов Российской Федерации, связанных с защитой исторической правды и сохранением исторической памяти, в том числе с предупреждением попыток фальсификации исторических фактов, а также с развитием просветительской деятельности в области истории. Пользоваться в установленном порядке базами данных администрации президента Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления. Использовать государственные, в том числе правительственные системы связи и коммуникации. Конец цитаты. Ну что ж, похоже, комиссии выдали все права, чтобы открыть совершенно любую дверь любого государственного учреждения. Учитывая, что в эту комиссию включены силовые структуры, возникает вопрос, насколько нужно этой комиссии привлекать историков. Наверное, основной вопрос, который здесь возникает, что такое историческая правда, которая здесь упоминается, и которую комиссия должна защищать. Сама постановка фразы «защита исторической правды» выглядит так, как будто вся история России уже изучена. Все загадки раскрыты, и белых пятен уже нет. Неужели это так? Насколько я знаю, историки до сих пор спорят о местонахождении Куликово поля, где происходила знаменитая битва в 1380 году, согласно официальной истории. Существует версия о местонахождении поля в Тульской области, но артефактов битвы в большом количестве там найдено не было. Так где же здесь историческая правда? Я сейчас изучаю официальные документы Российской империи. Вот пример упоминания времен молодого Петра I. Здесь Московская империя стоит в одном ряду с Российской империей и Великой Тартарией, пока не буду раскрывать источник этого упоминания. Скажу только, что эта книга находится в российской библиотеке, и книга эта написана на русском языке. Если Великая Тартария всего лишь территория, некоторый географический термин, то какой смысл было его упоминать? Что на самом деле происходило в то время? На каждой иностранной карте и на некоторых российских нарисована Великая Тартария, вплоть до начала XIX века. Великая Тартария – это код в мешке официальной истории, и никакая комиссия ее утаить не сможет. Почему нет в открытом доступе оригиналов документов, с которыми российские послы времен Петра I ездили в Европу? А вот еще одна книга, которая находится в Российской государственной библиотеке. Эта книга – перевод начала XIX века французского путешественника. Здесь есть подробное описание восточной и западной Тартарии. Я нашел оригинал этой книги на французском, и могу вас заверить, что в оригинале автор упоминает Тартарию. Так что здесь не идет речь про территорию современного Татарстана, как возможно многие напишут в комментариях. Это подробное описание страны, про которую в официальной истории ни слова. На мой скромный взгляд, историю России еще изучать и изучать, и открывать новые вехи, а не отливать в граните официальную версию и формировать исторический спецназ, для того, чтобы люди знали только одну версию истории, которую поддерживает партия. Я обязательно сделаю обзор этой книги с цитированием страниц из нее. Но не будет ли это рассмотрено как нарушение национальных интересов Российской Федерации в исторической сфере? У создания этой комиссии есть некоторая предыстория. В предыдущем ролике я уже упоминал о твите канала «История Украины», где была показана карта Йоганна Баптиста Хамана. Подпись поста гласит «Украина и Красная Русь обозначены как одна территория, а на севере видим московские земли и тартарию». Это задело президента России. Везде, как раньше трактовалась эта этническая составляющая, были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, начали разделять единый русский народ. Кстати говоря, мы, к сожалению, сейчас не сможем поговорить об этом подробно. Я уже думал об этом. Я статью напишу отдельно. Все это вылилось в статью, которую выложили на сайте Кремлин.ру об историческом единстве русских и украинцев. Обозреватели и историки практически в один голос заявили, что эта статья не обсуждаема. Моя личная оценка. Статья базируется полностью на официальной версии истории. И это большой минус в этом споре. Так как оппоненты уже вышли за рамки официальной истории и уже по сути пишут свою историю. Историю Украины как отдельного государства. Спор этот еще не закончился. Президент Украины прямо заявил, как должны поступать жители Донбасса и Крыма. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированный, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка, оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Не важно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуется моментом и стена рухнет. Если ты чувствуешь, что ты украинец, будь там. Будь. Держись. Это все равно будет это. Еще неизвестно, чем этот спор закончится. Но ясно одно. Это как раз тот случай, когда история стала влиять на современную политическую ситуацию. Создание комиссии по историческому просвещению – это эмоциональное решение на фоне отсутствия исторических аргументов. Как нужно было решить этот спор? Нужно было взять эту карту 1720 года Йоганна Баптиста Хамана и разобрать ее. Российские историки, увидев слово Тартария на карте, очень испугались и поспешили объявить, что западные картографы мало что знали про территорию России в то время и даже ввели термин – спекулятивная картография. Таким образом, по сути, расписались в том, что им совсем неинтересна так называемая историческая правда. Итак, начнем с легенды на карте, где, в общем-то, и объясняется, что на этой карте имеется в виду под Украиной. Написано на латыни «Украина – земля казаков с соседними Валахией, Молдавией, Малой Тартарией, прилегающими провинциями». На территории желтого цвета самая крупная надпись «Украина» на латинском. Чуть выше написано «Раша Рубра». Я бы перевел как «Красная Россия». Почему-то историки Украины перевели эту надпись как «Красная Русь». Восточнее от этих надписей на территории красного цвета никаких надписей нет. Может быть, картограф просто не знал, что это такое. К северо-востоку действительно есть надпись «Московитика», что можно перевести как «Московия». Вот правда, еще чуть выше есть надпись «Раша». И надпись по размеру совпадает с надписью ниже. Таким образом, это помечено территорией России Московицкой. Об этом не упомянули на канале «История Украины». И это очень похоже на манипуляцию с картой в угоду своей версии. На территории желтым цветом на юго-востоке есть надпись «Киевия Московитика», что можно перевести как «Киевщина Московицкая». Таким образом, версия, которая представлена на канале «История Украины», и про которую украинский президент сказал, что история на их стороне трещит по швам. Самые внимательные заметили флаг в левом верхнем углу карты. В центре двуглавый орел, на груди которого красуется всадник, пронзающий змея. Это явно символ Российской империи. Но вот сам флаг полосатый. Три белые полоски чередуются с тремя красными. Этот флаг не совпадает ни с историей флага России, ни с тем более с историей флага Украины. Похоже, и здесь историю упростили. Но на этой карте информации мало, чтобы сделать однозначные выводы. Давайте рассмотрим другую карту. Йоганна Баптиста Хамана. Карта датируется 1724 годом. Это год смерти автора. И на карте есть следующая надпись. Географическая карта части Великой России, Черного моря и Малой Тартарии с ее соседями Алгарией, Румынией и Анатолией, провинциями представленными. Смотрим надпись на карте. Парс Раша Магна. Перевод. Часть Великой России. Или, если хотите, часть Великой России. Парс Раша Минорис. Часть Малой России. Или, если вам нравится, часть Малороссии. На юго-востоке этой карты изображена территория Донецких казаков. К западу от нее Малая Тартария. Киев находится на западной части этой карты, на территории, которая подписана как часть Малороссии. Западнее от него есть надпись. Парс Полония. Часть Польши. Вот чего я здесь не смог найти, это надписи Украина. Очень странно. Эта карта является более поздней картой, нежели предыдущая, из-за которой возник этот скандал. Эта карта, к сожалению, также не отвечает на все вопросы. Давайте поищем другой источник. Сразу оговорюсь, я пользуюсь только картами с официальных библиотек. Никогда не использую карты, которые распространяют в виде графических файлов в интернете. Карта называется «Basis Geographiae Recentioris Astronomica». Перевод. Географические основы современной астрономии. Датируется 18 веком. К сожалению, точной даты нет. Хоть здесь на карте и не обозначены границы государств, но здесь есть столицы стран на тот момент. И что интересно, приведены географические координаты этих столиц. Этот факт полностью разносит авторитет заведующей отделом картографических изданий Российской государственной библиотеки Людмилы Зинчук, которая заявила, что западные картографы плохо представляли территорию России на тот момент. Откуда же они тогда взяли точные координаты главных городов государств? Итак, в приведенной легенде мы видим надпись «Московия». Приведены координаты города Москва. Также приведена страна Тартария-Магна с координатами городов Сиригуа и Кокотам. А вот Украины я в легенде к этой карте не нашел. Так же, как не нашел изображение города Киев. Эта карта с автором которой являлся Йоганн Баптист Хаман. Но нанести Украину как отдельное государство он забыл. Как-то незаметная история стала инструментом политиков. Россия делает ставку на официальную историю, в то время как Украина готова рассмотреть варианты. Готова опираться на исторические артефакты и карты и таким образом построить свою версию истории. Вернемся к комиссии по историческому просвещению. На кого эта комиссия прежде всего повлияет? Эта комиссия ударит, как ни странно, по официальной истории и по специалистам, которые представляют официальную историю. Любое отвлекление от официального курса партии будет караться увольнением. Если ректор или руководитель организации, который откажется увольнять сотрудника, окажется несговорчивым, для этого и понадобятся вышеуказанные силовые структуры. Конечно, не все так грустно. Говорят, для сговорчивых историков будут выданы привилегии и даже могут появиться историки в погонах. Над названием званий стоит еще подумать. Например, полковник исторических наук. Нет, скучно. Давайте так. Майор исторического просвещения. Ну или так. Генерал исторической правды. В общем, нужно собрать отдельное совещание и придумать название этим новым званием. Но как тут не вспомнить Министерство правды, которое описано в романе Джорджа Оруэлла под названием «1984». Когда я читал указ о том, чем эта комиссия должна заниматься, я сразу вспомнил этот роман «Антиутопию». Тут может возникнуть вопрос. А как же вся эта история с картами Тартарии, которые были подарены русскому географическому обществу в 2013 году и Шаймиеву в 2017 году? Видимо, этот вариант не утвердили. И эта версия истории оказалась никому неугодна и невыгодна. А что касается новости про подаренные карты, в наше время это легко исправляется. Видео будет потерто из всех источников сети, в лентах новостей и спустя какое-то время окажется, что это не более, чем какой-то миф, который передается из уст в уста. Не останется никаких подтверждений этого события. В новейшее время уже были подобные прецеденты. Удалить видеоролик из сети стоит очень дорого, но это возможно. Скажется ли деятельность этой комиссии на так называемых альтернативных исследователях прошлого? Есть такой исследователь Николай Субботин. Помимо всего прочего, он является президентом Ассоциации Протоистория. Автором и режиссером многих фильмов про загадки прошлого. Я подписан на его каналы и мне импонирует объективность его исследований. 31 июля у Николая в группе ВКонтакте выходят два необычных поста. Чтобы не давать оценок, я проситирую один пост, а там уже решайте сами. Инструменты для обработки камня. Мне очень нравится изучать старые архивы. Когда вытаскиваешь на свет пыльные файлы в кавычках, многие загадки в кавычках, над которыми бьются альтернативные историки в кавычках, становятся ясными и понятными. Загадки появляются там, где заканчивается знание и начинается личное незнание. Именно поэтому я не люблю термин «альтернативные исследования» в кавычках. Чаще всего альтернатива оборачивается в пропаганду собственного незнания. Мне по душе термин «комплементарные исследования», которые подразумевают анализ парадигмы, альтернативы, определение взаимосвязей и противоречий и уже на базе данного анализа дополнение большими буквами существующих знаний. В противном случае мы имеем уникальный феномен. Многие каналы «альтернативных историков» вместо того, чтобы заниматься анализом, создают очередную мифологию, базирующую в первую очередь на личном неумении авторов работать с доступными материалами, которые, разумеется, нужно найти. Либо это сознательная погоня за хайпом, ведь намного проще объявить глобальный потоп реальностью и тыкать в закопанные вторые этажи здания в кавычках, якобы залитые глиной потопа, чем взять, к примеру, чертежи построек 18-19 веков и с удивлением найти на них ответы на версию потопа в кавычках. Но это отдельная тема. Сейчас я хотел вам показать несколько интересных фотографий и рисунков, которые демонстрируют инструменты недавнего прошлого для работы с гранитами в открытых и закрытых шахтах. Причем многие из этих инструментов используются профессиональными комнетесами до сих пор. С уважением, Николай Суботин. Конец цитаты. Пост этот вышел 31 июля, а указ о создании комиссии по историческому просвещению появляется 30 июля. Такое интересное совпадение. Я полностью поддерживаю этот пост. Подобные фотографии я показал в своем ролике, который я выпустил в январе этого года. Это документальные доказательства того, что не все так просто в этой теме. Справедливости ради следует отметить, что еще пару лет назад Николай брал интервью у одного так называемого «альтернативного историка», в кавычках, где в достаточно дружелюбной обстановке обсуждали потоп 19 века. Хочу выразить респект Николаю за его объективность. Я сейчас не хочу обсуждать потоп 19 века. В чем самый большой минус этой версии? В том, что все приходит к тому, что на землю людей то ли заселили, то ли отформатировали память. В любом случае, в этой версии происходит попытка обнулить историю вообще. Попытка дать точку отсчета жизни современной цивилизации примерно в первой половине 19 века. И если раньше официальную историю, помимо обычных обывателей, защищали специалисты с научными званиями, то теперь есть специальный орган, и противостояние официальной истории и так называемой «альтернативной» выходит на новый уровень. Я очень надеюсь, что прямых гонений на альтернативных исследователей не будет. Однако, глядя, что происходит вокруг, эта надежда становится все меньше. Что я еще хочу добавить в связи со всей этой ситуацией? Неужели в России решены все остальные проблемы, чтобы сейчас создавать комиссию по историческому просвещению? Вместо того, чтобы строить будущее, чтобы создавать образ будущего прогрессивного государства, вектор развития направлен в прошлое. Точнее, образ прошлого, который создали еще в царской России. Образ спорный и противоречивый. Согласно этому образу, в истории России нет темных пятен. Россия всегда побеждала, а если когда-то не побеждала, то это будет предано забвению или запрещено к упоминанию где-либо. Благодарю вас, что посмотрели мое видео. Обязательно поставьте свою оценку и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. До следующего выпуска.